Привет всем ребят! Сегодня в очередной раз мы посмотрим стекло на Xiaomi Redmi 4, Redmi 4 Pro, он же Prime. В этом обзоре мы рассмотрим стекло от фирмы Mokolo. Mokolo, Mokolo, как хотите так и называйте. Поставляется в таких коробках обычно, красного цвета, такого вот черно-синего и так далее. Написано, что оно супер просто, непревзойденное, explosion proof screen, то есть ударостойкая, 9H, HD и гладкая, очень легко поставить. Для Redmi 4, для Redmi 4 Pro отличается. Выпускаются они прозрачные и вот такого вот цвета экрана, черного, золотого, белого. Ну тут все нарисовано. В этом кармашке справа идут обычно салфетки, все остальное, аксессуары. Здесь лежит всегда само стекло в такой вот коробочке. Стекло, стикеры для отклеивания и так далее. Ну, что хочу сказать. Наклеил я это стекло. Вот вы сможете увидеть сами, как оно клеится. Клеил я их два подряд. Одно нормально, но оно сразу уехало. Вместе с телефоном попросил меня, мой знакомый, наклеить. Второе, вот это вот для обзора, я уже не стал переклеивать. Немножко оно легло правее, чем надо. Вот как вы видите, здесь отступы меньше, чем здесь. Ну, грубо говоря, не вот так приклеилось, а немножко завалился вправо. Но это не критично на несколько долей миллиметра. По камере вот можно увидеть, что немножко все-таки завален правый угол. Ну, не стал я уже приклеивать, потому что результат с тем был, в принципе, такой же. Что хочу сказать по качеству самого стекла. Сейчас попробуем поймать фокус. На таких стеклах мокало довольно сильно, сильнее видно пиксельную сетку. При выключенном экране, но при включенном нормально. Вот, я попробую покрутить, а вы смотрите, должно немного показаться. Немного больше видно при выключенном. Ну, возможно, это кого-то будет больше раздражать. Второе, что хочу сказать, стекло из коробки всегда практически мокало. Выглядит немного там в мусоре, то ли еще в чем-то. Не знаю, почему у них такая технология производства, то ли на упаковке и люди такие сидят. Но вот факт, что из коробки стекло, не знаю, заметите ли или нет, вот сюда смотрите. О, заметите. От начала до конца идет царапина по стеклу. Это из нового стекла из коробки, что очень неприятно. Также она в каких-то мелких вот чуть-чуть царапинки есть. То есть контроля производства нет никакого. Ну и сами понимаете, что качество тоже такое на 4 с минусом, я бы сказал так. Поэтому это стекло, по факту, одно из худших брендовых, которые я встречал. Оно лучше будет по ощущениям, чем дешевенькое, которые продают там по 1,5-2 доллара цветные. Но хуже всех тех остальных, что мы с вами смотрели. Неприятные эти факты, бросаются сразу у глаза поцарапанное. Плюс, ну как-то качество исполнения похуже. С покрытием все еще более-менее нормально. Вот так вот ложится по краям везде. Вы видите как. Неплохо. Возможно, этого не будет на том стекле, который вы купите. Понятно, что не все они идут поцарапанные и так далее. Поцарапали это где-то там. Возможно, единичный случай. Но все-таки неприятно. Неприятно это факт. По размеру. Наоборот, я поставил. Ну, дай. Практически идентичный. К тому же iMac и так далее. Что еще хочу сказать. Еще хочу сказать, что... Смотрите. Не знаю, поймаем мы или нет освещение. Смотрите. Будет видно под углом где-то. Начиная с градусов со 150 до 180. На экране отсюда до сюда большое бензиновое пятно. То есть эффект того, что как будто там остался либо воздух, либо жидкость. Она не ушла. Но факт в том, что я четко все прикрепил, как и остальные стекла. Как вы помните, маленький бензиновый эффект мы видели на МОФИ. Но он, в принципе, быстро ушел. Тут, конечно, смотрите, так заметно. Здесь, конечно, он будет намного больше. Поэтому, смотрите, ну, решать самому. Как мне кажется, то лучше доплатить, взять какое-то стекло немного получше, чем это. Но, опять же, есть люди, которые довольны вполне таким стеклом. Может, они не обращают внимания на бензиновый эффект и так далее. Пришло оно им не поцарапанное. То есть, однозначно довольные тоже есть. Ну, а тут решать только вам. По качеству. По качеству будет оно. Самого экрана. Ну, примерно такой же, как и все остальные. Но царапины, на мой взгляд, острым шурупом чуть больше остается царапин, чем на тех обычных. Ну, да, поцарапался он немного побольше. То есть, стекло сверху как будто помягче. Вот, смотрите, царапины остались довольно-таки немалые. В принципе, вот так вот по углам по всему. Посмотрите, как оно тут звучит, как смотрится. Нормально. За это не могу сказать ничего плохого. Так просто не отдерете его. Нужно только целенаправленно зацепить и отрывать. Клеится, естественно, как все полноразмерные стекла, только черной рамкой. Это у вас может быть белая, либо золотая. Другого варианта пока не придумали. Вот такое вот стекло. Ну, что я могу сказать? Так себе. Ну, если уже купили, старайтесь клеить еще лучше. С одной стороны сначала приклейте и гоните воздух и все остальное куда-нибудь вправо, влево, вверх или вниз. Возможно, бензинового пятна у вас не будет. Но, учитывая, сколько я их наклеил, то, конечно, раз оно получилось, скорее всего, получится и у вас. Да, все, оно стало у нас резко в царапинах. Но, возможно, попался какой-то неудачный образец. Так что вот так, ребят, решать вам, покупать его или нет. Все, в следующем обзоре постараемся делать его сегодня. Будем клеить на на пленку iMac. Поздравляю вас, кстати, с Новым годом. Сегодня 28 января и сегодня ночью в Китае был Новый год. То есть реально перешел год в год петуха, не так, как у нас там 1 января. Только лишь сегодня настал китайский Новый год. Они празднуют и будут праздновать где-то до 10 февраля. Они работают, ничего не делают. То есть тот, кто заказывает стекла и все остальное в Китае, Будьте готовы к тому, что Новый год сейчас в самом разгаре. Поэтому ничего не вам не отправят. Ни почта, ничего не работает. Так, быстренько пробегимся по задней крышке. Кто просил? Задней крышке, вот, в сравнении с оригиналом, цвет такой же полностью. Но только это для версии Prime. Это обычный телефон. Крышка задняя поставляется с кнопками. Здесь заклеен дырка под сенсор. Сверху стекла под камеру нет. Просто заглушка стоит. Есть только лишь стекло под вспышку. Ну, как их менять довольно-таки легко. Постараюсь в следующих видео показать вам, если кому-то надо. Сложного там ничего нет. В принципе, пока все, не буду вас задерживать. Будем клеить нано-пленку. Бить по этому стеклу смысла я не вижу. Обычно оно держит удар нормально. Я испытывал другое с человеком, которому наклеил. Все было хорошо. Так что давайте тогда не будем задерживаться. Встретимся в следующем обзоре. Ну, помокало, вы все поняли. Смотрите сами. Стоит брать, не стоит. Внимательно проверяйте его при получении. Чтобы оно, как минимум, не было поцарапанным. Все. Счастливо. До встречи тогда.